Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаем описывать, знакомиться с различными сортами перцев. Для чего я это делаю, я объясняю в каждом видеоролике. Потому что зайдя в магазин, можно и опытному садоводу растеряться от обилия такого сортов. Многие сорта я выращиваю, потому что я занимаюсь семенами. И поэтому много сортов я вам могу описать и высказать свое мнение, хороший он или плохой. Я надеюсь, кому-то поможет это потом в выборе сорта перца. В предыдущих, если кто не смотрел видеороликах, мы ознакомились с сортом Винни-Пух. Кому интересно, смотрите, карликовый сорт, с сортом Сибирский князь. Это обыкновенный средний сорт с хорошими плодами, которые имеют товарный вид, который очень хорошо, идеально подходит для выращивания на торговлю. С Патрицией крупноплодный, очень урожайный, но у кого такие большие плоды, которые для фарширования не очень подходят. Все сорта разные и у каждой у него свое предназначение. Сорт Венти, предыдущий был видеоролик, который очень рано поспевает и нужен нам для получения раннего урожая. Следующий у нас будет сорт Ласточка. Этот сорт более известен, он популярен среди садоводов. И почти каждый, если не выращивал, то уж во всяком случае слышал про этот сорт. Вот я только что в предыдущем ролике, когда описывала сорт Венти, говорила, что у меня на моем канале YouTube есть видеообзор с прошлого лета под названием «Какие перцы поспели в первую очередь от 18 июня». И вот там именно показано, что поспели в первую очередь Венти и Ласточка. Ласточка, причем даже чуть побыстрее. Если кому-то интересно, посмотрите видеоролик и вы увидите, как они растут в натуральном виде в теплице. Эти два сорта именно для получения раннего урожая. Они очень быстро созревают, у них небольшой куст, они такие низенькие, компактненькие. И перчинки у них небольшие. Сейчас я вам прочитаю описание. Ласточка среднеранний сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. От входов до технической спелости 120-122 дня. Растение штамбовое, среднерослое, высотой 45-60 см. Плоды конусовидные, массой до 100 грамм. Толщина стенок 5-7 мм. Мякоть сочная, сладкая. Сорт отличается дружным созреванием урожая, отличной легкостью и транспортабельностью. Вот как мы видим, эти два сорта очень похожи. Одинаковая высота Венти и Ласточка. Одинаковый маленький компактный куст, одинаковый вес плодов, одинаковый цвет, одинаковые характеристики. Поэтому нет смысла, если, например, у вас ограниченная территория, брать оба сорта. Вы можете один год посадить Ласточка, посмотреть, другой сорт посадить Венти. Они одинаковые и по срокам созревания, и по вкусу, и по внешнему виду. Вот видите, даже если картинка, они ненамного отличаются. Поэтому, если вы хотите, можно взять один какой-то сорт. Они будут чуть позже, чем Винни-Пух, но раньше, чем такие, как, например, Патриция, Золотая бочка. Это у нас средний сегмент. После самых скороспелых, но перед крупными. Сорт очень хороший, не зря его все полюбили. Многие его садят, выращивают. Кто-то еще только мечтает о нем. Поэтому, мнение мое такое, выращивать нужно. Особенно, еще раз повторюсь, у кого проблемные, короткие, вот эти летние периоды, подойдет идеально. Потому что без теплицы вот такой перец у вас может и не вызреть до ярко-золотого такого цвета, до полной спелости. А Ласточка, она маленькая, она такая компактненькая, она вполне поспеет и без теплицы. Все, до свидания. Вот этот был краткий видеообзор про сорт Ласточку.